Редактор субтитров А.Семкин Корректор 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 А.Кулакова Так говоря, сейчас не о театре, а о жизни. Так вот, сравнивая несравнимые вещи, Грузия и Литва, вот с вашими глазами за эти годы, с того момента, когда вы приехали сюда, с момента становления, заметны изменения? 27 лет независимости нашего государства и будем праздновать столетия. Ну, конечно, заметны изменения. Что-то в хорошую сторону, что-то, к сожалению, пропадает. Потому что я считаю, что свои корни надо беречь, свою культуру. И надо любить свою родину, какой бы она ни была. И всегда быть готовым постоять за ней. Ну, да, появилось много так называемой свободы в том плане, что ты можешь пойти посмотреть любой фильм, ты можешь пойти на любой концерт, ты можешь попасть к любому доктору. Ну, да, здесь важно. Да. Ну, да, есть деньги, заплати и иди. А так надо два месяца стоять в очереди. Было бы где заработать. Да, 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 было бы где заработать. Ну, конечно, очень много интересных мест, куда можно пойти, куда можно детей повезти. Ну, если вспомнить вот то, скажем, то время, тот переход, на самом деле-то, говоря абсолютно серьезно, 2000-е годы, то есть первое десятилетие независимости, оно было сложным. Было несколько кризисов, это ощутили все, особенно люди культуры, это понятно. А про кино нету в том объеме, который может быть. Русский драмтеатр менял помещение, количество спектаклей, зрителей, режиссеры, директора. На все, что вы, творческие люди, вообще ненавидите, вам бы творить и творить, а вас все время заставляют узнать, что такое налоги и так далее и тому подобное. Если говорить с точки зрения того, что Литва как страна, Литва как место для существования, по мне недостаточно для людей другой национальности и культуры, место для проявления. Очень маленькие какие-то островки, это ощутимо? Да, я, например, ощущаю, потому что, ну, понятно, я из другой страны, у меня другая культура, в конце концов, менталитет другой, да. Но я привыкла, я уже понимаю довольно-таки давно, скажем так, почему, как и зачем, какие традиции, что здесь воспринимается, что нет. Мне сложно, конечно, в том плане, что я же темпераментная, эмоциональная, у меня столько энергии и красок много, и поэтому... А мы дождливые, серые, грустные. Ну, конечно, не хватает кинзи там, всякого это хачапури, бачапури, солнце, как мы говорим. Да, я скучаю, да, сложно, но сложно в том плане еще, если вы говорите о театре, я так понимаю, да. Ну, конечно, когда тебе говорят, что ты очень яркий и не знаешь, что с тобой делать, с твоими красками, это, мягко говоря, грустно, конечно. Ну, давайте о красках, хорошо. Да, давайте. Как так произошло, что вдруг, ну, для меня вдруг, я честно скажу, интереснейший проект «Три селфи», который появляется на сцене почему-то литовского драмтеатра, ну, для премьера. Инга, «Три селфи» — это же спектакль, я так понимаю, такой моно? Да, это моно-спектакль, и будет не один, а три спектакля. В принципе, это все так легко задумывалось, я даже, если честно, я не думала, что это будет. Мне звонит Карина и говорит, ты сидишь? Я говорю, а что случилось? Меня не Крошус приглашает, или Крошу Новос, или мне дали какую-то заслуженную награду, чудо случилось? Меня вдруг кто-то отметил, я кому-то понадобилась? Она говорит, ну, в принципе, да, но Крошу Новос не Крошус, нет, не знаю, может, у тебя все впереди, но у тебя будет моно-спектакль, Министерство культуры, значит, подписала, одобрила мой проект. И, конечно, у меня пауза была такая, что, ну, я просто не понимала, это шутка, и я ее спрашиваю, ты сейчас издеваешься надо мной или что? Она говорит, нет, это правда, я еще не знаю, кто режиссер, но это есть, и мы с тобой должны начать, потому что ты мне будешь рассказывать истории из Грузии. Ну, и потом мы встречаемся, она говорит, Агнюс Янкевичус согласился с тобой работать. Агнюс мне задавал вопросы какие-то, я рассказывала из своей жизни, да, забегая вперед, я хочу зрителей предупредить, что все эти три тоста не обо мне лично, не о том, как я там росла или еще что-то, что в пьесе. Это о жизни людей из Грузии, что-то из моей жизни, что-то из жизни людей, которые там живут, которые я наблюдала, которые я слышала, присутствовала, участвовала в этом. Из жизни Агнюса, из его детства, из его наблюдений, из его каких-то, кто окружал людей. И вот это из жизни людей, скажем так, и литовских, и грузинских. Я просто хочу сказать, что когда добавить немножко света, как это было сказано, грузинско-армянским навеяно по-русски с литовскими титрами в Литве через вот это, через полжизни, грубо говоря, проведя ее здесь, в Литве. Так вот, все-таки наоборот, получается, можно у нас, вот отмечая столетие, практически к столетию страны, сказать о том, что люди разной национальности, если они очень четко работают над задуманным, если все-таки, даже когда тебя тысячу раз поставили на колени, а ты не перестаешь верить, ну, я практически тост только что сказал. Да, колюбий, я вижу. А то можно добиться того, о чем мечтают многие. Это правда? Обязательно, безусловно. Надо верить, любить и очень хотеть, что бы ни случилось. Ну, тебя жизнь испытывает. Но, посмотрите, у нас Литва прекрасная. Я Литву обожаю, так же, как Грузию. Я всегда говорю, у меня две родины. Грузия и Литва. Да. В Литве я исполнилась, сбылась моя мечта. С детства я мечтала быть актрисой, либо петь, либо что-то еще делать, но быть в искусстве. И в Литве в меня поверили. Это для актрисы, вообще для человека. А с Литовской-то даже этой скудной театральной зарплаты до Тбилиси и Кутаиси летают самолеты по доступным ценам. То есть, на самом деле, тоже что-то изменилось. Ну, как по доступным? Я бы не сказала, ну, по доступным. Да, это надо ловить, но не так уж и по доступным ценам. Ну, жизнь же не состоит только из конфет. Ну, нет, конечно. Ну, это кайф просто очень большой. Ну, и я не знаю, потому что, ну, посмотрите, в Литве какая театральная история. Ну, театр Литвы, кино Литвы, везде всегда любили. Я еще с детства помню, что вот, Литва, это Европа, и там какие актеры безумные. У вас есть шанс, на самом деле, и нас начать представлять. Мы просто времена Банюниса, Адамантиса, это была та эпоха. Сейчас мы ищем новый. Татьяна Викарева переехала, она уже российская актриса. Она, хотя и провела какое-то время в Литве, но она российская актриса. Хотя мы гордились гардемаринами в то время, и казалось, что наш человек, мы его знаем лично здесь и отсюда. В завершении нашего сегодняшнего разговора я хочу две вещи попросить. Во-первых, спектакль «Три селфи», моноспектакль. Его надо будет поискать после Нового года. «Мянус полустой» будет два спектакля. Желательно не пропустить. Хорошая такая интересная работа. Мы пожелаем удачи. Еще больше наш слушатель, безусловно, узнает в нашем эфире и в других программах. Я хочу сказать, если бы мы говорили о грузинско-армянско-литовской культуре, и сейчас я бы в завершении вместо трех тостов попрошу назвать три блюда. Самых любимых, которые можно было бы сказать для людей, живущих в Литве. По ним можно было бы понять, кто такая Инга Машкарина. Ой, Боже, это долго перечислять, но три блюда. Я очень люблю гостей, я безумно люблю готовить. Ну, какие, я не знаю, очень люблю овощи. Ну, как бы у нас принято, у нас стандарт. Значит, хачапури, хинкали, падриджаны. Это баклажаны синенькие с орехом. Это был наш гость в сегодняшней программе. Мы обязательно обещаем в следующем году, после того, когда Инга переживет премьерные спектакли, мы придем и будем говорить о большем и о многом. Надеемся, что этот опыт доставит радость и удовольствие. Спасибо тебе большое. Спасибо. Я хочу всем пожелать любви. Любите и улыбайтесь. И не стесняйтесь говорить добрые слова. И если хочется обнять, выразить свои чувства, выражайте, не стесняйтесь. Это воздастся, это в два раза больше вам вернется. А программа «Нужные люди» вернется в эфирме с порталом «Руделфи.ЛТ». Все подробности ищите на сайте «Русрадио.ЛТ». С вами был Ирна Столесина. Мы обязательно услышим всем. Спасибо.